Действительно, решили провести эксперимент от кадетской линии, добраться до нашего офиса, который находится на Петроградской набережной. Решили использовать разные виды транспорта. Итак, у нас есть Иван, который будет добираться на метро, Сергей, который будет ехать на скейтборде, и Кирилл, который будет добираться на велосипеде. Ну а наша съемочная группа поедет на автомобиль. Итак, как будешь ехать? Доброе утро. Да, как вы уже сказали, я воспользуюсь самым востребованным, наверное, в Петербурге транспортом, на это метро. Мне нужно будет доехать всего две станции. Я сяду на Васильево-Островской, доеду к гостиного двора и там, до Горьковской. Там уже пешочком прогуляюсь по отличной погоне. Спасибо. Сергей, как ты будешь добираться до редакции? Через биржевой мост, ну а там дальше по набережной. И Кирилл? Я скажу, что я поеду через точков моста, я не буду вам говорить подробности, потому что это секрет. Но я буду использовать объездные пути. Хорошо. Вот, Кирилл, кстати, знаю, что ты взял с собой несколько велосипедов, выбрал все-таки этот. Почему? Это вообще была тяжелая ночь, потому что когда вчера предложили, что нужно поучаствовать в проекте, мне пришлось пересмотреть все выпуски Топ Гир, чтобы узнать, как же лучше. У них и такие эксперименты уже проводились. И вот сначала мы остановились на складном велике, потому что он городской, и это было бы символично, что мы можем взять и сделать автомобиль на обычном городском велосипеде. Но потом, все-таки посмотрев кадры, а там велосипедист все-таки победил на 10 секунд всего, мы решили, что здесь схватка будет тяжелее, поэтому нужно использовать велосипед поспортивнее. И взяли горный прогулочный велосипед по дорогам. Но тоже хотел бы отметить, я не являюсь суперпрофессионалом, поэтому эксперимент будет честный, в отличие от Топ Гира. Мы по-честному, неспортивно поедем на велике и постараемся обогнать автомобиль. Спасибо, Кирилл. Ну что ж, ребята уверены в своих силах, давайте, может быть, ставки сделаем? Кто? Кого шанс? Я в метро совершенно не сомневаюсь, у меня не может быть никаких форс-мажоров, поэтому... Что, ребят, посадочки скинемся? Скидываться не буду, но я уверен за себя, я приеду первый. Я знаю, что у тебя и опыт уже есть 14 лет, да, ты катаешься на скидку? Да, 14 лет езжу по склонам на скоростях. Ну, Кирилл готовился, как он говорит, всю ночь, смотрел все выпуски, но, в общем-то, мы, автомобилисты, будем ехать по Биржевому мосту, поскольку Тучков мост сейчас перекрыт, поэтому надеемся, что все-таки сможем объехать пробки. Итак, ребята, давайте тогда все откроем наши секундомеры и дадим старт. Итак, все готовы? На старт. Внимание! Марш! Поехали! Ну что ж, а встречаться мы уже будем на Петроградской набережной, посмотрим, кто доберется первой, ну и там, конечно же, обязательно вам расскажем, кто победил в этом эксперименте. Так, обо всем по порядку, расскажу, как мы добирались. Все, конечно же, добрались до финиша. Ваня у нас ехал на метро. Ваня, ну вот, поделись впечатлениями, как добирался? Ну, на самом деле, очень загруженно сегодня было метро, несмотря на то, что час пик, час пиковое время мы выдвинулись, ни на пересадке, ни в самих вагонах, нигде не встретил никаких трудностей, проблем. Очень комфортно, на самом деле, добрался, более того, прогулялся от метро до офиса, зарядился хорошим настроением, поэтому готов к новому дню. Хорошо, ну, чуть позже мы огласим результат. Итак, расскажи, как ты ехал? Я ехал нормально, комфортно. На самом деле, я думаю, что автомобилистам повезло, что сегодня не было пробок. Не знаем, точные результаты, да, какие еще пока не оглашены. Но я считаю, что я победил, да, несмотря ни на что, потому что мы абсолютно честно соблюдали правила дорожного движения. На все красные останавливались, на пешеходах спешивались, ехали как полноправные участники движения. Хорошо, Сереж, ну и ты как добирался? Добирался быстро, хорошо, но светофоры помешали мне. Собрал все красные, упал, ну, в остальном, в принципе, все нормально. Ну, я тоже шнурок даже по пути развязался, но я решил, что нет, даже лишних там трех секунд не могу отдать, чтобы мало ли вдруг меня скейтбордист обгонит. Ребята, вот в этом-то и плюс метро. Это безопасно, комфортно, можно присесть, посидеть, поэтому перемещайтесь на метро, а потом комфортненько от метро прогуляемся по классной погоде. Итак, ну я напомню, мы ехали, наша съемочная группа, через Биржевой мост, поскольку, как говорят, да, на Яндекс.Пробках загружена эта сторона. Итак, у нас Иван добирался на метро, Кирилл у нас добирался на велосипеде через Тучков мост, и Сергей также ехал по Биржевому мосту. Ну что ж, я думаю, что пришло время огласить результаты. Вань, за сколько ты доехал? 36 минут 40 секунд, если быть точным. У тебя? 15 минут ровно. И Сережа? 17.49. Ну что ж, ну а мы на своем автомобиле доехали до редакции за 14 минут. То есть получилось, что все-таки на автомобиле ехать быстрее, но, возможно, нам повезло, потому что не было пробок. И, в общем-то, разница у нас с велосипедом всего одна минута, поэтому, ну, практически одинаково получается добираться от Васильевского острова до Горьковской. И, соответственно, вот я думаю, что скейтбордист тоже, несмотря на то, что вот такую травму получил, достаточно быстро добрался. То есть разница вот между, получается, велосипедистом и скейтбордистом всего 2 минуты. Ну вот такой результат получился в нашем эксперименте.